Войнослужащие вооруженных сил и нацгвардии Украины продолжают добровольно сдавать оружие и переходить линию фронта к защитникам Луганской Народной Республики. Солдаты, сержанты и офицеры Украины все больше осознают, что попросту не нужны своей стране и ее правительству. Цель одна – выжить и поскорее попасть домой к семье и родным. Последнее, что нам звучало, была поставлена задача – это наблюдать. И если что-то происходит, то доповедать. Команды или наступать, или отступать не было. Что могу сказать? Доверия уже нет никакого. Получил приказ, чтобы вывезти машину с майном, с медицинским оборудованием там всяким. На ЗИЛ-131. Там коробки с лекарствами, всякое такое, столики там всякое. Ну и загрузили быстренько машину. Я выскочил. Там наши что-то замешкались пока еще под разделением. Мы колонной вышли, короче, ЗИЛ и четыре легковых машины. Еще одна там не мог проехать. Я его зацепил на буксир. И эти две машины, что с гражданскими, наверное, были, помню, мне так далеко было. Беха пропустила. Я получил два пулевых ранения, но в одну и во вторую. Ну и там по мелочам, там осколочные такие. И вынужден был на ходу выскочить по шине. И в лес ушел. Без документов, без ничего, без курточки. Короче, в одной фриске это не верилось до последнего, что так будет, конечно. Вообще, честно, я думал, что решится все нормально. Причем как бы переговоры какие-то, выход с положения всегда есть. Но, к сожалению, у нас этого не произошло. Если слышит, видит, пусть не переживает. А живой еще только надо ноги поправить, повытаскивать железяки с них. И все наладится, думаю, дай Бог. Субтитры создавал DimaTorzok